Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, спасибо Александру, продолжаем бизнес-канал на Финам-ФМ, ну и сейчас, как всегда в это время, время сухого остатка. Тема сегодняшнего эфира, мы назвали ее так, романтично, ты есть то, что ты ешь, утверждают, кстати, умные люди, да, это мы не придумали, мы не оригинальничаем, и опасное изобилие, такой подтекст, в общем, мы сегодня будем говорить о том, чем мы питаемся. Прежде всего, представлю моих гостей, итак, в студии сухого остатка Анна Любовецкая, директор по внешним связям Союза органического земледелия, Анна, добрый день. Здравствуйте. И в студии Алексей Чернов, руководитель отдела информационных ресурсов Центра сельхозконсультирования Минсельхоза Российской Федерации, главный редактор журнала «Ваш сельский консультант», фермер. Фермер, Алексей, добрый день. Добрый день. То есть Алексей, я подчеркну, фермер, поэтому все, что сегодня он будет говорить, он не читает где-то, не кого-то слушает, а он все знает, да, из первых. Конечно, да. И чуть позже мы будем присоединять по телефону, да, ваших коллег, наших очередных гостей, но об этом чуть позже. Я напомню для вас, уважаемые радиослушатели, телефон студии, телефон прямого эфира 6510-996, код города 495, сайт компании finam.fm, вы можете к нам присоединиться, позвонив, написав, ну и традиционно я задал бы вопрос, устраивает ли вас, на ваш взгляд, все, чем вы питаетесь, да, какие проблемы вы видите. Кстати, в качестве информационного повода, если позволите, я начну именно с этого, с этой заметки, да, в качестве информационного повода, мне показалось интересным прочесть следующее. Россия заняла 44 место в рейтинге доступности, качества и разнообразия пищи, ну, в соответствии с некими экспертизами. Российская Федерация получила, например, такой же общий рейтинг, как Таиланд, Чили, Казахстан и Мексика. Не знаю, обидно это, не обидно, с другой стороны, почему. Всего в исследовании, кстати, оценивалось питание в 125 странах. Победителем общего успеха стали Нидерланды, на втором и третьем месте Швейцарии, Франции, соответственно. Интересно, что в топ-20 не попали Штаты, Япония, Канада и Новая Зеландия. По оценкам экспертов, хуже всех питаются африканские страны. Ну и еще, мне кажется, интересно было бы подчеркнуть, что самую полезную пищу в мире едят исландцы, а Россия оказалась в числе ведущих стран по доступности пищи. Вот такова, собственно, информация в этой заметке, и я хотел бы сразу сделать акцент. Значит, мы сегодня будем говорить о том, чем мы питаемся, ну, три акцента делая, да, с трех точек зрения. Мы говорим о доступности, это раз, мы говорим о качестве, это два, и мы говорим о разнообразии пищи, да, то есть возможность как-то диверсифицировать свое меню. Хорошо? Итак, давайте, собственно, начнем и, во-первых, поговорим о доступности. Доступности, доступности с точки зрения, насколько действительно дешевы, да, и доступы для большого числа потребителей Российской Федерации наших грозов необходимые продукты, Анна, как вы считаете? То, что касается доступности, я так понимаю, что в той оценке, которая была по 120 странам, там еще оценивалась и доступность, из того, что я читала, доступность качества воды очень большую роль сыграла. Здесь Россия, конечно, у нее лучше намного ситуация, чем у других стран, потому что вы сами знаете, что запасы пресной воды у нас одни из лучших в мире. Вот, поэтому я думаю, что 44-е место, вот то, которое нам дали, вообще-то, по моим оценкам, оно завышено, потому что, на самом деле, мне кажется, что ситуация с питанием... То есть, занижена, да, завышена, занижена. То есть, мы должны быть ближе... Завышена, мы должны быть хуже, мы должны быть хуже, потому что дело в том, что, по данным не питания ран, у нас до 50% всех заболеваний в России, всех вообще, они связаны с качеством и неправильностью, неправильной структурой питания. То есть, это какие заболевания? Это сердечно-сосудистые заболевания, онкология, сахарный диабет, ожирение и так далее. То есть, на все эти заболевания влияет питание. Так вот, у нас по уровню смертности мы в мире на 16-м месте. Так вот, если у нас питание формирует 50% здоровья, если мы на 16-м месте по смертности, значит, не все у нас так хорошо с питанием. То есть, у нас далеко не 44-е место в мире. То есть, если бы мы из 260 стран, то у нас был бы хуже показатель. Поэтому, из тех цикл, которые я знаю, у нас вообще говорят, что скоро, через 50 лет, у нас умрут последние люди, которые помнят вкус натуральных продуктов. Поэтому я бы хотела развернуть дискуссию в сторону доступности горожанам качественных продуктов питания. Вот это был бы самый актуальный вопрос. А слово горожане здесь принципиально важное? Принципиально важное, да. Потому что люди за пределами города живущие, все-таки у них больше возможностей. У них больше возможностей. Вы знаете, они больше, все-таки они выращивают, они имеют возможность есть более качественные продукты, чем те, которые едят люди в городе. Потому что люди в городе, куда они могут пойти? Они могут пойти только в супермаркет, магазин, но рынки, у нас количество рынков все сокращается и сокращается. Да, поэтому вот с городами у нас, какая ситуация, у нас до 80% продуктов это импорт, а импорт это промышленное производство, то, что до нас долго везется, а свежих продуктов питания у нас в городах, как правило, очень мало. А, кстати, вот вы заговорили о рынке, который становится все меньше и меньше, рынок, ну, продовольственный рынок, да, имеется в виду, конечно, это всегда гарантия, Алексей, это всегда гарантия свежего, качественного продукта. Ну, давайте я начну с того, что у нас в стране создана нормативная база, которая регулирует этот вопрос. Во-первых, это закон о потребительской корзине по Российской Федерации и вот основной закон, скажем так, даже не закон, а вот нормативный документ, который регламентирует употребление, производство, продовольствие, это доктрина продовольственной безопасности. Какого года она, если можно уточнить? Ее делали в... Ну, постсоветская уже, да? Ну, это буквально 2-3 года ей, да. И, вы знаете, вот на сегодня, в принципе, говорить о доступности, можно говорить, есть физическая доступность, есть экономическая, то есть товары в магазинах есть, купить их может, в принципе, каждый, поэтому проблемы с доступностью нет. Есть, на самом деле, то, что сказала Анна, это вопрос качества, то есть мы не всегда понимаем, какие продукты мы употребляем, потому что выбор достаточно небольшой. Вся продукция у нас представлена в основном в крупных сетевых магазинах. И зачастую то, что пишут на этикетках товаров, далеко не соответствует тому, что внутри этой упаковки. Вот это я вижу на сегодня основная проблема, то, чем государство должно заняться и в том числе в плане поддержки наших сельхозтоваропроизводителей, потому что они, к сожалению, вообще выключены из процесса логистики продовольственных товаров. У нас на полках лежат товары, произведенные большими крупными корпорациями, холдингами, а то, что производится на селе, фермерами, малыми формами хозяйства, не эта продукция там и остается в деревне. То есть в этом случае проблема именно, что они не конкурентоспособны, с большими монстрами сложно конкурировать? Да, государство, к сожалению, для них не создало нормальных условий реализации их продукции. Поэтому сегодня, говоря о том, что мы хотим употреблять натуральные, чистые, органические, экологически чистые продукты, первое, о чем мы должны подумать, это создание товаропроводящей сети. То, о чем очень многие говорят, но, к сожалению, какие-то корявые меры и эта продукция, ну, пока мы ее не видим. Мы только хотим. Горожане хотят есть эту продукцию, где ее взять? Поехать в деревню, ну, это вчерашний день. Нужны товаропроводящие сети и продукции. И еще немножко хотел добавить страшилок про то, что мы едим. То есть у нас фактически сейчас все наши отечественные лаборатории, которые контролируют качество продуктов, они проверяют только микробиологическую и радиационную безопасность. А все остальные вредности в продуктах, они даже физически не могут проверить. Допустим, из 45 антибиотиков, применяющихся в животноводстве, проверяют всего на 4-5 антибиотиков. И то, если заявили производители, что мы их... А производители даже не отслеживают этого. То есть у них там ветеринары это колят. И, значит, что есть у нас вредного в продуктах? У нас есть ГМО, у нас есть пестициды, гербициды, остатки всяких ядохимикатов. У нас есть пищевых добавок, 5000 разных. И многие из них сильно плохо влияющие на здоровье. Плюс у нас есть гормоны роста и антибиотики. Вот эти 5 основных вредностей в продуктах, из которых складываются все наши болячки. Почему у нас сейчас взрыв, просто взрыв неинфекционных заболеваний, которые не связаны с какими-то внешними факторами, а связаны непосредственно с тем, что мы едим. То есть у нас убийцы идут из тарелок, как мы это называем. И вообще мы так прогнозируем революцию из тарелок, потому что люди уже понимают, что не может человек современный так болеть. Почему у детей в 3-5 лет они уже по 4-5 леченных зубов? Почему? Да потому что из продуктов мы должны получать 200 как минимум соединений, которые у нас в организме не присутствуют. То есть если мы эти соединения не получаем из пищи, соответственно, это приводит к медленным, очень медленным и незаметным нарушениям, которые годами складываясь, вот приводят к смертельно опасным потом заболеваниям. Первое, что сыпется, это зубы, волосы, кожа, а потом начинаются более серьезные болячки, нарушения систем пищеварения, а потом это уже сердечно-сосудистый, рак, диабет и так далее. Вот, поэтому вот у наших детей сейчас, у 30% детей задержка роста и массы тела из-за питания в школах и детских садах, куда поставлять самую дешевую продукцию, то есть как по условиям тендеров, что они должны сделать? Они должны купить самую дешевую продукцию. То есть, соответственно, мы кормим детей продукцией, из которых у них потом растут болезни. И 30% детей у нас сейчас рождается с генетическими нарушениями, это тоже очень много, раньше так не было. Вы знаете, что до школы люди вообще не ходили к зубному врачу. Ну, вот возвращаясь, да, к, ну, если не призывам, то, по крайней мере, к констатации того, что мы, Сколя, старелок революцию получим, да, в хорошем смысле слова, я надеюсь. Но, тем не менее, сейчас-то взрослые люди понимают, откуда, откуда ноги-то растут. Нет, вы знаете, люди интуитивно догадываются, и все вот эти наши названия, эко-био, каждый туда вкладывает что-то свое. Спросишь человека, да, что такое эко-продукты, что это биопродукты. Ну, это продукты без ГМО, ну, это продукты без пестицидов. Так вот, настоящие экологические продукты, они должны быть без всего опасного для здоровья человека. Это пять компонентов, я напомню, это ГМО, пищевые добавки, антибиотики, гормоны роста и химические удобрения. Вот этого всего не должно быть. Только если весь этот цикл соблюден, если продукт проверили от поля до прилавка, и еще земля пошла конверсию, очищение период от яда химикатов минимум три года. Вот только такие продукты можно назвать экологически чистыми. И, кстати, у наших россиян, оказывается, есть законное право на такие экологически чистые продукты. Закон федеральный о качестве безопасности пищевых продуктов, статья 17, пункт 3, гласит, что в школах и детских садах и люди, которые нуждаются в диетическом питании по состоянию здоровья, их должно государство обеспечивать экологически чистыми продуктами. То есть там прям перечислено, что вот без всех этих компонентов. То есть, по идее, любая мама, она может подать в суд на государство и заставить, чтобы детский сад или школа не кормила ее ребенка сосисками и сыром с пальмовым. А кормила его экологически чистыми продуктами. Кстати, Союз будет скоро совместно с движением российским детям доступное дошкольное образование вывести типовые заявления в суд, когда можно будет прям вот составить. Мы сейчас об этом поподробнее поговорим. Что касается экологически чистых продуктов, давайте пообщаемся с человеком, который наверняка не понаслышке знает, что это такое. У нас на связи по телефону Сергей Иванович Смолев, глава Александровского района Владимирской области, председатель Совета народных депутатов. Сергей Иванович, добрый день. Добрый день. Слышите нас, да? Да, слышим. Спасибо. Ну вот такая жаркая у нас сегодня беседа по поводу качества прежде всего, ну и доступности в том числе продуктов питания, потому что, как Анна сейчас горячо рассказывает, по сути все болезни современности, это болезнь связанная с тем, что мы едим какие-то непонятные вещи. Ну вы непосредственно на земле, что называется. Я надеюсь, у вас ситуация другая там. У вас экологически чистые продукты преимущественно. Вы знаете, продукты, конечно, экологически чистые, но вопрос у него может состоит в другом, наверное, аспекте. Кто у нас сегодня работает на земле? И есть ли кому работать на земле? Вот мы, наверное, от этого должны с вами сегодня плясать. Отвечая на этот вопрос. Чем больше мы привлечем сегодня людей на землю, чем больше создадим вот этих новых фермерских и прочих хозяйств, которые давали бы возможность получать подобного рода продукты, вот тогда мы с вами решим, наверное, основную и самую главную задачу. Получим эти продукты чистые, экологически чистые, и возможность их, естественно, употреблять в свою пищу. Вот от этого зависит вопрос. Кто будет работать на земле, а не как мы будем получать? А агротуризм и вот экотуризм как там в Александровском районе? Это как раз находится в стадии развития, да, и мы сейчас активнейшим образом прорабатываем именно вот в эту позицию. Есть люди, которые инициативно приезжают к нам сюда, предлагают свои услуги, мы создаем им условия для этого, для того, чтобы они оставались на земле, для того, чтобы они возрождали деревни. Вот сейчас вот, если по деревням порой проедешь, да, то одни старушки сидят, люди там буквально 2-3. Дома, который еще можно считать более-менее такой среднего возраста люди. Сергей Ваш, ну, в основном деревне-то помирает. Поэтому давайте исходить из того, что кто будет работать на земле, и привлекать их сюда, людей, и создавать им условия, и, естественно... Мы заговорили сейчас, Анна, да, задала вам вопрос по поводу агротуризма, экотуризма. А что, это решит проблему глобально? Потому что даже звучит это легкомысленно очень. Агротуризм, ну что это значит? Ты человек из города, да, он присытился, ему скучно, он поехал, дай-ка я покопаюсь в огороде, посмотрю, как это на самом деле делается, все, отдохнул на выходе. Нет, разговор идет не о человеке, который присытился городом, приехал сюда на 2 месяца покопать огород, да. Разговор-то идет именно о людях, которые приехали бы сюда работать, жить на земле и получать вот эти продукты. Хорошо, по какой причине они... Я просто изучаю эту проблему в свое время, да, и могу сказать, что вот в Финляндии практически решается значительная часть продуктов за счет вот подобного рода экологического туризма, который развивается по фирменским хозяйствам. Почему бы нам не перенять вот этот нормальный, хороший опыт работы, когда люди получают с одной стороны продукты, да, с другой стороны получают непосредственного потребителя, который обращается потом непосредственно к нему. Напрямую. Сергей Иванович, у вас... Уже устанавливаются прямые торговые связи. Да, да, это правильно, это хорошо. У вас есть опыт уже вот такого взаимодействия? Вот мы сейчас это как раз... Есть люди, с которыми мы сейчас работаем. Что вы можете предложить, вот для того, чтобы заинтересовать человека, да, чтобы он действительно поехал и занялся земледелием, да, занялся сельскохозяйствами, что вы можете предложить? Предложить, прежде всего, мы работаем по земле, чтобы они сразу приезжали сюда и говорили, что вот участок земли, на котором можно работать. Второе, значит, мы им создаем условия, естественно, и будем проговаривать и проговариваем вопросы, связанные с, допустим, налогообложением какие-то, значит, какие-то поблажки, там, подключение к электричеству, там, и так далее, и так далее. Угу. Другое государство, мы как считаем. Угу. Все же говорят, Дамкада это одно, а Дамкадом совершенно другое. Вот мы живем с Дамкадом, и как бы приглашаем москвичей приехать к нам сюда, развивать сельское хозяйство. Спасибо огромное, Сергей Иванович, спасибо. Итак, Сергей Иванович Смолев, глава Александровского района Владимирской области, председатель Совета народных депутатов, был на связи по телефону. Сейчас мы прервемся на пару минут, а потом продолжим наш эфир. Итак, друзья, продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии Анна Любовецкая, директор по внешним связям Союза органического земледелия, и Александр Чернов, руководитель отдела информационных ресурсов Центра сельхозконсультирования Минсельхоза Российской Федерации, главный редактор журнала «Ваш сельский консультант» «Фермер». Мы обсуждаем сегодня все, что мы едим. Я напомню для вас, уважаемые слушатели, есть телефон в студии 6510-996, код города 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Присоединяйтесь, как всегда, к нашему эфиру. Ну и вопрос, который я вам адресую, на ваш взгляд, все ли вас устраивает из того, что у вас периодически на столе возникает. И в продолжении разговора с Сергеем Ивановичем Смолевым, который до перерыва к нам присоединился, Леш, как ты можешь прокомментировать? Я хотел бы, конечно, поддержать инициативу нашего товарища из Владимирской области. Вообще я хочу напомнить, что у нас сегодня 50% всего продовольствия, которое производится в стране, производится малыми формами хозяйств. Это фермерскими хозяйствами и личными, российскими. Половина продовольствия. Больше половины. Ну да. И смотрите, у нас 20 миллионов личных подсобных хозяйств. Это получается, если прибавить сюда членов семей, то порядка 50 миллионов человек, которые так или иначе занимаются сельским хозяйством. Но это приличная цифра. И когда, вот я не помню, в этом году, по-моему, министр экономики сказали, что у нас 40 миллионов человек в стране, непонятно, чем занимаются люди. Так вот эти люди. Вот здесь они есть. Вы их не посчитали просто, видимо, да? Вы их не посчитали, потому что они занимаются вроде бы какой-то экономической деятельностью, но их не видно. И здесь я просто хочу сказать, что вот именно в этом сегменте, в этом секторе экономики сельской заложен мощнейший экономический потенциал. Только как его реализовать, по-моему, сегодня в стране нет той силы, нет понимания и, может быть, даже и желания реализовать. Но это на государственном уровне нет этого понимания, да? Да, к сожалению, вот те инициативы, которые существуют, вот, например, сегодня в рамках государственной программы развития сельского хозяйства есть там программа начинающий фермер, помогают, дают гранты, субсидируют и так далее. Но это все настолько мелко и настолько незначительно для нашей территории. Вот представьте, 40 миллионов гектар земель сельскохозяйственных, которые сегодня брошены, которые были в обороте, но вот они за последние 15-20 лет выведены из оборота. Кто будет эти земли обрабатывать? Сегодня все больше говорят о том, что давайте мы будем биотопливо производить, давайте выращивать продукцию и перерабатывать ее в биотопливо. Не знаю, правильно это или нет. Или же давайте все-таки мы будем великой, большой аграрной державой производить качественное продовольствие, кормить себя и кормить мир. Тем более все предпосылки для этого есть. И давайте сделаем доктрину продовольственной безопасности законом о продовольственной безопасности. Это доктрина, это просто рекомендация. И дело в том, что касаясь вопросов перспектив экологического сельского хозяйства, конечно, у России здесь есть огромные преимущества. То есть это вот эти 40 миллионов гектар, которые у нас долго не обрабатывались, то есть они уже могут использоваться в органическом сельском хозяйстве, они очищены, земля отдохнула, что называется. Я бы, знаете, с чем поспорил? Уже сильно отдохнула она, да? Уже сильно отдохнула, 20 лет. Вот когда я говорю, что половина продовольствия производится в малых формах, и у нас 20 миллионов ЛПХ, а почему бы не обратить на них? Потому что та продукция, которую они производят, она по сути обладает всеми качествами органической, экологически чистой продукции. У меня вопрос, а где она тогда? Половина всей продукции, вы говорите, да? Отвечу. Отечественная. Мы начали с того, что мы покупаем не весь что, привезены не весь откуда. Недавно на конференции коллеги из Волгоградского края. Себестоимость помидоров 8 рублей, не могут пробиться на полке. Знаете почему? Потому что на полках стоят турецкие и голландские. Да, пластмассовые помидоры. Пластмассовые помидоры, они дают взятки, откаты, им проще с теми работать, более товарный вид и так далее. Все наше остается там. 25-30% волгоградских овощей остается неубранными в полях или гниет на складах, которые не оборудованы должным образом. А самое главное, мы импортируем яблок. Это вредительство, я бы так это назвал. Это катастрофа просто. Ну как же так? Люди трудятся, вкладываются, трудятся, более того, производят то, чего не хватает, а то, что необходимо, а результат вот такой. Вот в журнале «Эксперт» буквально недавно совсем вышла замечательная совершенно статья о том, что мы можем сейчас быстро импортозамещать. Вот первое, на 1 миллиард долларов США в год мы импортируем яблок. Яблок и груш, которые гниют у нас просто тоннами. Мясо мы можем импортозамещать сейчас, рыбу и рыбные продукты, и молочные продукты, это на миллиарды долларов. Как минимум, журналисты посчитали, что на 7 миллиардов долларов мы сейчас можем быстро импортозаместить вот эти продукты, если мы выстроим новые товаропроводящие систему. И самое главное, на что нужно обратить внимание, вот у нас наше питание социальное, то есть в садике, в школы, в больницы и так далее. То есть его перспектива, это почти на 30 миллиардов долларов ежегодно. Так вот в Америке что делают? То есть у них малоимущие семьи получают талоны на питание. Талоны эти, они могут отоварить только у местных фермеров. Вот, пожалуйста, вам госзаказ. Так давайте вот эти 30 миллиардов долларов отдадим местным фермерам. Спасибо огромное. Давайте послушаем звонки, они у нас есть. И первый Алексей дозвонился. Алексей, день добрый. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Да, Алексей, добрый. Я, собственно, звоню рассказать такую историю. Однажды в прошлом году я ездил в деревню. Далеко? Далеко от Москвы? Это не очень далеко от Москвы. Это где-то, знаете, там Владимирская область. Понятно. Там пересечение областей. Это очень глухая деревня, там где-то порядка 6-8 домов жилых осталось. Бошмар. И общался с местными жителями, и один из них мне рассказал такую историю про фермера, который выращивал скота, то есть он растил коров изначально, ну то есть и развивал свое стадо, то есть оно у него увеличивалось. Он на рынке продавал молоко, мясо. Ему пришли и сказали, что заканчивается своими делами. У нас там вот импортные товары и все такое. Леша, а кто пришли-то? Пришли кто? Ну я точно не знаю, кто пришли, но скорее всего это из-за управы. Ну понятно, представители, да, государственной власти, замечательно. Представители, да, да. Вот. И сначала сделали такую вещь, что сожгли ему коровник, после этого он отстроил новый, и после этого ему потравили весь скот. Это порядка 50 голов, насколько я знаю. Вот такая вот история. Ну я только знаете, как могу прокомментировать. Не знаю уж, вот так, чтобы приходить и сжигать, я такого не слышал, но то, что полное равнодушие местных властей, вот главы сельских поселений. Вместо того, чтобы помогать. Конечно. Вместо того, чтобы помогать. Вот даже сегодня. У меня есть опыт фермерства в соседней Рязанской области. Сколько мы не ходили с нашими инициативами, вот давайте реконструируем ферму, давайте эту землю обработаем. Даже в рамках тех каких-то небольших возможностей государственных приходится ходить, упрашивать, и людям просто у них полное равнодушие в глазах. Казалось бы, что местная власть заинтересована, потому что это же их налоговая база, ну, развитие территории, в их интересах равнодушие полнейшее. Вот мне кажется, на сегодня в нашей стране вот это одна из таких глобальных проблем, равнодушные люди, которые по барабану, что там в деревне, и что мы будем есть, и как будет развиваться наша территория сельская. Кстати, парадоксально, вот Алексей абсолютно верно сделал акцент, Анна, вот на ваш взгляд, местные власти, и в том числе и региональные, наверное, и федеральные, они же должны быть в этом заинтересованы. Это, а, это занятость населения, это рабочие места, б, это решение многих проблем, в том числе, да, и проблем с продовольствием, с экологией, со здоровьем, в общем, как бы, ну, смешно представить даже, что это не очевидно. На самом деле, в большинстве регионов власти региональные поддерживают сельское хозяйство, ну, и понимают, да, смысл и значение вообще этой отрасли. Ну, понятно, что не у всех регионов есть ресурс на то, чтобы развивать, потому что ресурсов и денег надо очень много. Но опять, начинать надо снизу, даже если бы главы сельских поселений, вот там на местах, ну, хотя бы какое-то сочувствие, хотя бы какой-то огонь в глазах у них был бы, вот, хоть как-то, потому что, ну, не все можно деньгами измерять. Я бы хотела здесь доволнить, что очень важно, что у нас чувствуется, что нет вообще на всех уровнях власти понимания, что мы делаем с землей, потому что у нас одна рука дает, другая рука отнимает. То есть, допустим, вот то, с чем мы сталкиваемся по органическому сельскому хозяйству, есть совершенно очевидная новая ниша, куда может войти Россия, у Союза органического земледелия, его партнеров, есть полно решений, мы эти решения регулярно доносим до власти, но хоть бы один человек нам ответил. 40 писем в Государственную Думу, ответил только один Совет Федерации, когда до нас дойдет очередь, мы рассмотрим ваши предложения. Депутаты все молчат. Приходишь, первый вопрос у депутатов, знаете, какой? Кто стоит за Союзом? На чьи деньги вы живете? То есть, на какие денежные потоки можно сесть? Мы говорим, не на чьи, мы независимые. Все, идите отсюда, вы нам неинтересны, потому что дело в том, что все, работает только то, там, где есть денежные потоки. Почему у нас сейчас все деньги направляются на село в агрохолдинге? Агрохолдинги, они банкротятся бесконечно, работает схема. Агрохолдинг взял субсидию, обанкротился, деньги растворились. Вот по этой схеме мы бесконечно вот вталкиваем деньги вот в это, не обращая внимания на мелких фермеров. Вот допустим по... Я вас прерву, мы сейчас еще на пару минут уйдем на рекламу и потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Действительно, очень, я бы сказал, актуальная тема, да? Горячо на нее все откликают. У нас есть звонки, я сразу начну с них, если позволите. Итак, у нас на линии Андрей, да? Андрей, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Ну, как раз хотел сказать про потоки. Конечно же, лобби на всех уровнях власти, никакого равнодушия. Только лобби решает все проблемы. А в принципе, конечно, если была бы воля, опять же таки, сверху, у нас воля только от одного человека проходит, от Владимира Владимировича, что обязательно, как бы у нас весь продуктовый рынок захватил ритейл. Вы согласны со мной? Да, безусловно. Вот. Ну и все, обижите вы ритейл. Как бы сотрудничать, прям в приходном порядке, такое-то количество таких-то продуктов должно быть фермерское. Не агрохолдных нет, до смешного доходит. Я был в Геленджике и, по-моему, в пятерочке видел помидоры в августе-сентябре московского комбината. Понимаете? Вот. До чего доходит абсурд. То есть в Краснодарский край везут все эти помидоры из Москвы, которые псевдо, скорее всего, тоже московские. Да. Которые тут прописаны, тоже не пойми каким образом. Поэтому можно же обязать. Тем более, вся продуктовая сеть централизована. Власть может. Даже не надо негативно. Обижите вы ритейлеров определенные продукты закупать. У фермерских хозяйств и все. Больше ничего не надо. Фермерам это будет выгодно. Фермерские хозяйства будут сами развиваться. Спасибо. Андрей, спасибо большое. В Минцельхозе обсуждали мы эту тему. К сожалению, у государства сейчас по нынешнему законодательству нет возможности обязать ритейл. Есть другие пути. Андрей, не все потеряно. То есть есть возможность создавать параллельные товаропроводящие системы. В общем-то жизнь показывает, что они сейчас и создаются. Это и интернет-торговля, и малые точки, и совместные закупки, и контрактование фермеров заранее. Все это начинает в России развиваться. И надежды здесь надо сказать на вас, дорогие радиослушатели, потому что на земле наступает на российское великая депрессия. И ждать от того, что фермеры сейчас придут и дадут вам свою продукцию, не нужно. Эти люди сейчас в очень плохом состоянии. То есть они вырезают свой сход, закрывают хозяйство. И мы должны сейчас, мы должны их подтолкнуть к тому, чтобы они начали это дело все производить, их поддержать. И я абсолютно согласна, что, конечно, генеральное решение здесь за руководством страны, потому что 92% земли сейчас в России принадлежит государству. От того, как мы распорядимся этим мощнейшим, уникальнейшим ресурсом, зависит будущее России. На самом деле у нас сегодня сельское хозяйство по официальной статистике все-таки демонстрирует в ключевых секторах, скажем, производство зерна, овощной продукции, картофеля, динамика роста. Поэтому говорить о том, что у нас все сельское хозяйство закрывается и все плохо, конечно, я бы так не стал. Потому что государственная политика есть, ориентирована эта политика в первую очередь на поддержку крупных агрохолдингов, на обеспечение продовольственной безопасности, чтобы в магазинах горожан, в магазинах городов была доступная продовольственная продукция. Другой вопрос... Извини, Алексей, я уточнить просто хотел. Вот Анна про агрохолдинги нам рассказывала, как-то очень печально это был рассказ звучал. Создается агрохолдинг, банкротится, деньги раздербанили, все, дальше пошли. Не хочу комментировать, потому что... Это частный просто какой-то случай, видимо. На самом деле, ну, понятно, что агрохолдинги создаются при государственной поддержке, им субсидируют процентные ставки по кредитам, у них есть возможность кредитования, потому что за ними стоят какие-то крупные, еще более крупные структуры и так далее. Кстати, вот в этом году субсидии никто не получил, и очень много агрохолдингов просто мимо кассы пролетели, потому что Минсельхоз не выполнил своих обязательств. Но вопрос не в этом. Вот как раз мы говорим о фермерских хозяйствах, они у нас сегодня, к сожалению, не конкурентоспособны по отношению с продукцией того же Евросоюза, с теми же турецкими помидорами. И сегодня говорить, что давайте мы сети для этой продукции закроем, и будем только наши, а мы не сможем обеспечить наши сети, и мы не сможем попасть в те цены, потому что продукция будет дороже, у ней будет непонятная упаковка. Поэтому первое, с чего сегодня надо начинать, это все-таки объявить какую-то большую программу поддержки именно мелких фермеров, малых форм хозяйствования, довести их до того уровня конкурентоспособности, чтобы помидор из Волгограда был... Дешевле как минимум, но он качественнее будет по определению. То есть государство, оно должно сейчас обратить внимание на те ресурсы, которые у нас уже есть сейчас на земле. Ну давайте вот эти вот 20 миллионов ЛПХ сейчас наконец-то загрузим и дадим им возможность выйти из тени, стать налогоплательщиками и производить сельхозпродукции, забирать у них эту продукцию. То есть не надо придумывать новые схемы, давайте те мощности, которые у нас есть, просто сейчас загружать. То есть резюмируя, что надо сделать? Нужно обеспечить первое, доступ людям к земле, потому что эти вопросы сейчас сильно коррумпированы, и человек не может прийти вот... и этот самый... Второе, это обратить внимание на развитие мелких и средних хозяйств, которые лучше развивают территорию, лучше там закрепляются, и они более стабильные. Их объединять в кооперативы, чтобы они получали преимущество крупных игроков за счет объединения в кооператив, выстраивать товаропроводящую систему, чтобы они могли до потребителя дойти, открывать новые ниши, как органическое сельское хозяйство, которое развивается во всем в мире. Вот. Ну и, соответственно, вот то, что касаемо органического сельского хозяйства, приглашаем всех подключаться к обсуждению федерального законопроекта об органическом сельском хозяйстве, он есть на нашем сайте, и его уже скоро должны будут вносить в Государственную Думу. И дело в том, что закон получился протекционистский, вот, разрабатывался он последнее время за закрытыми дверями, мнение профессионального сообщества пока в нем не учтено, ответов мы не получаем. Вот. Три региональных министерства сельского хозяйства поддержали наши правки. Объединение, союзы, мелкие, крупные, средние хозяйства, производители кормов все поддерживают, говорят, что вот, давайте так, ответы мы не получаем, поэтому подключайтесь, давайте вместе это делать. Какая-то очень глухая стена между вами, да, и представителями власти. Да, и представителями власти, а то, что касаемо перспектив развития в России органики, то к 2020 году... Одну секунду, сейчас о перспективах мы поговорим, у нас есть еще один звонок есть, давайте пообщаемся. Кирилл, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день, у меня вопрос про экономическую составляющую органических продуктов. Вот не секрет, что на Западе, где сейчас идет бум, допустим, обычное яблоко будет стоить доллар, а органическое яблоко будет стоить пять, и, наверное, это как-то обосновано. Вот как, допустим, у нас может фермер, который дает отдых земле три года, не использует никакие генно-модифицированные добавки или химическое удобрение, соперничать с холдингом, который все это использует, и себестоимость у него получается, соответственно, в несколько раз ниже. И ведь даже если органические продукты попадут на прилавку, они будут в несколько раз дороже, чем обычные. Спасибо, Кирилл. Ну, во-первых, Алексей, да, ответите на этот вопрос. Сначала надо, наверное, два слова сказать, что такое обычное, что такое органическое. Вы знаете, вообще вот понятие органическое, оно у нас в обиход нашей речи вошло достаточно недавно. Мы всегда употребляли термин экологически чистая продукция. И говорили о том, что вот мы в России, наши крестьяне, производят экологически чистую продукцию. И вот сегодня вот этот термин органика, органическая продукция, она должна стоить в четыре раза дороже. Почему-то вот мы начали к этому так и относиться, что вот западные технологии оттуда. Вы поймите, что наша продукция фермерская, по сути, она никогда не будет стоить в четыре раза дороже. Вы сейчас поедете в деревню, у них настолько ограничены возможности применения вот этих пестицидов, удобрений и остальных высоких технологий, что они научились выращивать органическую, экологически чистую продукцию. Они, их жизнь заставила ее выращивать, они экономят на этом. И эта продукция есть, и стоит она, ну, уж не то чтобы дороже, она дешевле. Кирилл, спасибо огромное за вопрос. Да, я добавлю, это очень актуальная тема, которая многих волнует. Вот нас пугает, что она сейчас такая дорогая, органическая продукция, экологически чистая. Потому что дело в том, что у нас по данным социологических вопросов 58% россиян готовы переплачивать за такие продукты, потому что люди устали, есть пластик. Так вот, если мы разовьем большое количество сельхозпроизводителей, то цены упадут. То, что касается экономики для производителей, то есть вот даже уже в наших условиях мы имеем примеры, когда просто за счет отказа от химикатов и независимости от внешних всех поставок, антибиотиков, гормонов там и так далее, люди получают увеличение рентабельности до 500%. Вот вам про экономику, то есть это дико рентабельный бизнес. То есть вы меньше производите, но вы продаете это дороже, и вы экономите за счет того, что вы не используете вот всю прочую... То есть все наоборот получилось, а то, что сейчас порой действительно органическая продукция, экологически чистая продукция, дороже, чем, ну, так называемая, обыкновенная, это просто дань моде, просто это не так... Это маркетинг. Это исключительно маркетинг. Это яркая вывеска, это обязательно название, да? Люди готовы это есть, почему, если люди готовы покупать это мясо за 1000 рублей, почему его... Почему бы не продать за 1000 рублей? Почему бы его не продать, правильно? Хотя, да, его себестоимость гораздо гораздо... Они абсолютно правы, и сейчас огромное количество желающих продавать эту продукцию, вот, И очень мало производителей. То есть государству сейчас надо срочно развивать все, что будет развивать производство реальное на земле, иначе мы скатимся в то, что мы органикой будем называть все, что угодно. Заводы промышленные поставят свое оборудование, начнут свои вот эти вот промышленные там продукты, какие-то называть их продукты. Ну, смотрите, маркетинг к маркетингу, но в конечном итоге потребитель-то он вынужден доверять тому, что видит на прилавке, да, в названии, что называется, и одно другом. Пока не появится нормативно-правовой базы. Здесь уже должно наше государство поучаствовать в этом процессе и все-таки как-то вот определить, где экологически чистая продукция, где органическая маркетинг. По каким критериям, да? Сфера контроля качества. Сегодня только если ты отравился, принес, только тогда тебя производители найдут и оштрафуют. А по сути, вот государственной контроли нет. То есть контролировать надо не только безопасность, но и качество продуктов питания, потому что это здоровье нации и это развитие наших территорий. Очевидно. Осталась минутка, Анна, значит, о перспективах, да, я прервал некоторое время назад. Да, органическое сельское хозяйство, оно развивается в 160 странах, в 84 странах уже существуют собственные законы. Вот Россия сейчас присоединяется к этому количеству стран, вот, и по нашим оценкам, в 2020 году Россия вполне реально может занять 15% от мирового рынка. Это 700 миллиардов рублей ежегодно. То есть если власть интересует эти деньги, если они интересуют, если они реально, вот то, что они с трибун, мы слышим, соответствует их желаниям, то вот у нас есть решение, как это сделать. Давайте работать вместе. Услышьте нас наконец-то. Да, осталось достучаться до власти, Алексей. Да, я просто приглашаю всех желающих обращаться в Союз органического земледелия. Кто хочет заниматься сельским хозяйством, создать свое фермерское хозяйство, пожалуйста, мы поможем, наш центр консультирования, мы этим занимаемся. И мы хотим создать несколько сейчас опытных территорий, на которые будем приглашать всех желающих и делать как раз вот такие кооперативы и пробные хозяйства, и выстраивать товаропроводящие, на себе пройти, и чтобы по нашему пути пошли многие. Настоящая мужская работа, здоровая жизнь. Задача благородная, кстати, да? На собственном, на личном опыте показать, как это работает. Спасибо огромное, Анна Любовецкая, Алексей Чернов сегодня были в студии Сухого остатка. По телефону Сергей Смолев из Владимирской области. Спасибо, уважаемые гости, вам спасибо, уважаемые слушатели. Всего хорошего, успехов, до свидания.